Минус 100 именно столько килограммов сбросила 29-летняя жительница Канады. Впервые в своей жизни ей удалось надеть бикини, но чтобы похудеть, ей пришлось преодолеть нелёгкий путь. Мэлори Бьютнер с детства страдала от лишнего веса. Два года назад она располнила до 180 килограммов. И тогда девушка решила действовать. Чтобы побороть ожирение, она согласилась на операцию шунтирования желудка. Благодаря этой процедуре и удалению лишней кожи на теле, она похудела до 80 килограммов. Конечно, здесь не обошлось без спортивного зала и диет, но результат стоил того. Мэлори впервые удалось примерить раздельный купальник, а ведь раньше она даже не помещалась в кресле самолёта. Девушка утверждает, именно сейчас её внутреннее состояние гармонирует с внешним видом. Итак, Мэлори применила шунтирование для своего преображения всего подобных операций на желудке и для похудения существует три основных вида. Их изучила Ольга Воронянская. Первый вариант – это внутрижелудочный баллон. По сути, это даже операция в классическом смысле нельзя назвать. В желудок при помощи специального зонда помещается вот такой баллон. Это силиконовый шар. Он объёмом примерно пол-литра. Вот часть этого баллона, он заполняет часть желудка, точнее сказать, он действует на нервные окончания внутри органа. И таким образом обманывают человека, то есть тот начинает думать, что «О, ну я наелся». Таким образом, говорят, можно сбросить 15-20 килограммов, но тут есть опасность. Вот не все хорошо переносят какое-то инородное тело у себя в желудке. И баллон – это всё-таки временная мера. То есть через полгода, чтобы не было никаких осложнений, его нужно удалить из желудка. И тут есть большой риск, что пациент снова начнёт много есть, и вес его вернётся. Ну вот следующий способ, более надёжный, называется он бандажирование. Вот он он. То есть идея в том, что верхнюю часть желудка, на неё надевается силиконовое кольцо. Ну, выглядит это примерно так, в разрезе тоже здесь показано, получаются такие песочные часы. Ну, а смысл тот же самый. Человек ест совсем небольшое количество пищи, оно заполняет доступное небольшое пространство желудка, которое осталось, и сигнализирует «Ну всё, я наелся, хватит уже». Таким способом за год-полтора, говорят, можно похудеть больше, чем в два раза. И ещё один метод, о котором я вам расскажу, это шунтирование. Как раз-таки тот метод, который применила наша героиня из Канады. Вот здесь идёт двойной удар по организму. Это не просто уменьшение объёмов желудка, но ещё и снижение всасывания питательных веществ. Итак, объясню проще. Врачи создают новый маленький желудочек, отрезают его от основного. Он микроскопический, может даже составлять примерно 50 мл. И вот из верхней части вот этого нормального желудка его делают, а потом к нему пришивают петлю тонкой кишки. Таким образом обманывая организм, чтобы был короткий путь и всасывалось меньше полезных веществ. То есть пища идёт по этому короткому пути. Вот считается, что больше 70% избыточного веса можно потерять именно таким способом. Правда, на практике не всё так просто. Просто вам отрежут желудок, этим всё не закончится. Худеть, как по мановению волшебной палочки, тоже не получится после этих сложных хирургических манипуляций. Вот всё равно нужна большая работа самого пациента. Заниматься спортом – раз. Меньше есть обязательно – два. Ну и главное, для каждого из этих способов, о которых я рассказала, есть противопоказания. Поэтому прежде чем вообще решиться на такое вмешательство, нужно проконсультироваться, естественно, с врачом. Ну и кроме того, позволить себе такой способ похудения могут далеко не все. Сейчас цены на подобные операции начинаются от 250 тысяч рублей.